Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Совсем недавно в Одинцовском родильном доме чествовали 4000-го малыша. Сегодня мы встретились с главным врачом Одинцовской центральной родной больницы Ольгой Александровной Месикевич. Чтобы она рассказала об этом радостном событии. Ну и в целом поговорить о родильном доме, потому что в нем появилось очень много новых направлений для наших жительниц. Ну, родильный дом остается нашей гордостью. Не только для меня, как для главного врача, для всей больницы, безусловно, для района. Мы удерживаем наш пьедестал лучших родильных домов Московской области. Мы входим в первую десятку лучших учреждений. Мы очень стараемся работать так, чтобы наши будущие мамочки, наши мамочки приходили к нам. И огромное спасибо им за то, что они выбирают наше учреждение. Да, действительно, мы являемся роддомом пятитысячником и держим этот пьедестал с 2007 года. Десять лет. Ольга Александровна, когда мы ехали сюда на запись этой программы, я почитала, сколько же в день ваши сотрудники Одинцовского родильного дома должны принять родов, чтобы оправдать то звание роддома пятитысячника. Это в среднем, ну цифра, естественно, колеблется, это 13-14 родов в день. Более 400 в месяц. Ну, цифры колоссальные. Да, цифры колоссальные, но вариация идет немножко другая, от 10 до 25, да? Ну, то есть какие-то дни и больше родов, где-то меньше. Да, учитывая то, что сейчас рождаемость снижается вообще везде, потому что сейчас рожают наши девочки, те, которые родились в 90-х годах. Тогда было очень сильное падение рождаемости, да, мы прекрасно понимаем, была серьезная проблема в экономике, в государстве. Это был дефолт один, дефолт второй. И тогда было очень мало родов. И именно те девочки, которые родились тогда, рожают сейчас. Поэтому сейчас существует провал в рождаемости, который очень всех настораживает, да? И демографическая программа, она все равно должна двигаться вперед. И благодаря нашему президенту сохранены все социальные выплаты, родовые сертификаты. Сейчас рассматриваются варианты, да, у льготной ипотеки и так далее. Поэтому государство поддерживает. Мне кажется, это вообще отличная новость от нашего президента, всем будущим мамам. Да, мне было очень приятно это слышать и очень приятно то, что уделяется большое внимание, да, именно по социальным вопросам для многодетных семей, этой земельной участки. И, конечно, ипотека, я была, хоть у меня один ребенок, я уже, наверное, не рожу-то, скорее всего, но меня это очень обрадовало. Это очень сильная программа. И, конечно, ему большое спасибо за то, что он есть и поддерживает. Поэтому наша задача удерживать ту планку, которую мы выбрали. И учитывая то, что рождаемость падает, учитывая то, что строятся перинатальные центры, да, в 2007 году мы были лучшим учреждением в области, равных нам не было. Потому что то оборудование, которое было у нас, тот ремонт, который был сделан благодаря главе муниципального района, безусловно, это было лучшее учреждение. И, конечно, спустя 10 лет меняется все, появились программы модернизации, программы здравоохранения Подмосковья, но мы не хотели терять свое достоинство и свои достижения, которые мы сделали благодаря врачам родильного дома, благодаря слаженной работе коллектива. У нас порядок, у нас все чисто, красиво, высокий уровень профессионализма, безусловно, врачей. И мы эту удерживаем планку. У нас варьируется количество родов от 4 400, 4 500, 4 700 за последние три года. Мы работаем так 10 лет. Это юбилей даже в этом году был, после реанимации родильного дома, как учреждения. Повторюсь еще раз, благодаря муниципалитету. Это большое достижение. И сколько я буду работать главным врачом, столько я буду благодарить, безусловно, нашу территорию за то, что она никогда не была равнодушна к здравоохранению. Я имею в виду администрацию района. Огромное спасибо. Конечно, тяжело конкурировать с перинатальными центрами, безусловно. Но вам это удается. Но нам это удается, несмотря ни на что. И количество родов 4 000, это было для нас значимо. Это конец ноября. Да, это конец ноября. И еще практически целый декабрь. Ну, уже сейчас, на сегодняшний день, это цифра 4 090. Поэтому это все очень быстро происходит у нас. И мне это очень приятно. Я повторю, что я благодарна нашим пациентам за то, что они выбирают нас. Мы всегда рады. И вообще рады. Всегда говорим слава благодарности пациентам. Я, как главный врач, за то, что выбирают наше учреждение. Это очень важно. Потому что есть другие больницы, есть другие родильные дома. Если к нам пациенты идут, значит, мы тоже этого достойны. Значит, есть взаимное понимание. Мы проводим много программ для наших пациентов. Роддом должен быть доступен. Прежде всего, мы же, когда подходим и хотим выбрать какую-то вещь, мы должны ее потрогать руками. Ткань какая-то ткань. Если еда, мы на рынке пробуем, что это за арбуз, насколько он вкусный. То же самое касается сейчас уже и медицины. Нужно попробовать увидеть систему изнутри. Поэтому, безусловно, у нас уже давно, не первый год, проходит. Мы, наверное, были самыми первыми, кто начал проводить день открытых дверей в учреждениях. Школа будущих мам работает. И, конечно, каждая женщина, которая решила стать мамой, она может прийти в родильный дом, просто войти внутрь, в его сердце и увидеть этот родильный дом изнутри и посмотреть. Она хочет туда прийти со своим таинством. Она готова отдать себя, свое доверие и своего малыша в руки тех врачей, которых она увидит в живом диалоге с сотрудниками родильного дома на дне открытых дверей. Но, более того, туда приходят не только мамы, но и будущие папы. Что еще немаловажно, совсем недавно открылись новые боксы для партнерских родов, которые проходят совершенно бесплатно. И вот они и здесь могут узнать, как это, как стать участником этой программы и как, в общем-то, вместе ожидать и принять рождение малыша. Да, мы сделали. У нас родильный дом и архитектура не совсем новая, нет боксовой системы. Но, тем не менее, мы выделили, да, мы перепрофилировали одно отделение и сделали в нем три зала, родовых залов для индивидуальных партнерских родов. Это не платная услуга. Это услуга по системе ОМС. Пациентка со страховым полисом может прийти со своим супругом в любое время дня и ночи, когда началась родовая деятельность, и рожать в этих условиях. И я повторяю, что мы это делаем абсолютно бесплатно, бескорыстно. Мы просто хотим создать более комфортные условия. Мы хотим, как бы, дать тот продукт, который востребован многими семейными парами. Но это действительно сейчас становится все более популярно. Парпинерские роды, да. И отцы, они готовы уже взять на себя и эту ответственность и хотят пройти до конца весь этот путь вместе со своей супругой. И я поддерживаю данную позицию, ведь кто-то говорит, это неэстетично, кто-то говорит, что женщина, она не так выглядит. Нет, абсолютно женщина выглядит так. Во-первых, она любимая, это нужно понимать, да, поэтому она всегда выглядит так. А потом все это проходит достаточно эстетично, да. Когда приходит доктор смотреть пациентку, муж выходит из родильного зала. Когда проходит непосредственно период родов, да, у нас папа стоит в головном конце мамы. Он видит только беременный животик и видит рождение ребенка на животик. То есть мы проводим все достаточно, ну так, регламентированно, красиво, запоминающе. Если папа не захочет и он, как бы, его психика не позволяет видеть этот момент, потому что я вот врач в большом старом работе, 30 лет я в акушерстве, я так до сих пор не понимаю, как из одной клетки рождается человек вообще. Это трудно понять, да. Как вот так, и он выскочил, 4,5 килограмма, и вот он родился, и мама счастлива, и все замечательно. Это потрясающие моменты, и, конечно, их нужно видеть. Не так в жизни много у людей счастья, да, оно бывает разным. Но это счастье неизменно. Рождение ребенка, безусловно. И мы рады, что нам есть, что предложить нашим пациентам. Этих палат у нас, это родовые залы, это огромные палаты, они около 50 метров каждая, и индивидуальные, безусловно. Все прекрасные условия для нахождения папы, все, то есть все условия есть. Можно и водички попить, можно и отдохнуть, все, все условия для совместного пребывания есть. Безусловно, есть программа, то есть это приоритетная программа, которую мы даем для наших пациентов. Безусловно, есть бизнес-проекты, которые у нас работают уже давно, это коммерческая, как бы, стезя в родильном доме, это партнерские роды, но по коммерческим договорам, по платным договорам, это другая история, да, там другие совершенно, как бы, требования у пациентов. То есть мы даем на спрос предложения, пожалуйста. То есть мы рады, мы готовы встречать, предлагать эти услуги. Единственное, что нужно, безусловно, папе обследоваться, должна быть флюорография, необходимая анализа. Анализы, все это можно увидеть на наших сайтах, все это можно увидеть в женской консультации. Мы сейчас разработали для всего района, для лечебных учреждений всего района, стенды о родильном доме, ну, в виде тезисов. То есть, что необходимо с тобой взять в родильный дом, какие услуги родильный дом предоставляет, какие условия пребывания, что необходимо для того или иного вида условий. Все контактные телефоны, там будут находиться рекламные наши маленькие буклетики, чтобы было понятно, да, о родильном доме, чтобы хотя бы было какое-то мнение, сложилось первое впечатление от печатной информации. Да, потом уже можно прийти. Мы проводим экскурсию, можно пройти везде посмотреть, начиная от оперблока, реанимации, да, палата пребывания, родзалы, палата новорожденных и так далее. Это одна история. Вторая история, мы все-таки коснемся медицины, да, мы не только занимаемся какими-то маркетинговыми, да, мероприятиями, но еще мы занимаемся глубоко все-таки своей основной работой, это медицина. У нас сейчас в родильном доме открыты два отделения. Мы разделили отделение неонатологии на три. Это отделение неонатологии для здоровых деток, там, где совместное пребывание мамы и ребенок. Реанимация, она у нас сейчас на шесть коек, реанимационное отделение. И самое главное для наших мам и пап, это то, что важно, да, мы, конечно, ждем рождения здорового ребенка. И мы не можем знать те подводные камни, которые нас ждут, да. Женщина может абсолютно хорошо ходить всю беременность, но ее могут привести в тяжелом состоянии, с кровотечением. Она может быть на границе жизни и смерти, и врачи будут за нее бороться. Ребенок может родиться с рожденной пневмонией, у ребенка может начаться асфиксия, требуется оперативное родоразрешение и так далее, и так далее. Это те экстремальные ситуации, которые мы не можем предугадать, да. Естественно, это будет сопряжено с состоянием малыша. Для этого мы открыли отделение на десять коек, отделение патологии новорожденных. Десять коек, как раз это то количество, которое мы рассчитываем на жителей нашего района. Для наших мамочек, которые родили деток, не могут выписаться в силу ряда причин. Например, желтуха, поражение центральной нервной системы, пренатальное какое-то поражение, гипохтического генеза, врожденные какие-то моменты, генетика или еще что-то. Эти детки требуют долечивания. Там 10 дней, 7 дней, 2 недели, 3 недели. Эти деток мы оставляем у себя. Потому что у нас переводилось в год до 370 детей в разные учреждения области. То есть они не оставались, они просто по маршруту консультации отправились в другие вечерние учреждения? Да, совершенно верно. Но не всегда это было удобно мамам. Потому что, допустим, маму после операции, ребенку требуется перевод. Естественно, слезы, нервы, молоко. Начинаются проблемы. И мы максимально, что смогли, мы сделали. Замкнутый цикл. Для нас это очень важно. И это именно та услуга, которая должна быть ценна нашим пациентам. Ну, давайте проследим. Женщина забеременела. Она куда идет? В женскую консультацию. Становится на учет. Из женской консультации она куда идет? В родильный дом. Он здесь же рядом. Родильный дом. Хорошо, если все хорошо, прекрасно. Мамочка хорошо родила. Ребенок здоров. Она из родильного дома. Куда идет? В нашу детскую поликлинику. В детскую поликлинику. Да. Мы говорим о маршрутизации по нашим лечебным учреждениям, подразделениям. Детская поликлиника. Пожалуйста. Если у ребенка какие-то проблемы, да, бывают серьезные проблемы, непрофильные для нас, такие детки, безусловно, будут все равно переводиться в другие клиники. Это врожденная патология, требующая хирургического вмешательства, кардиопатология, да, тяжелые генетические заболевания. Такие дети пойдут в профильное отделение. Но все-таки 10-15 детей, которые в состоянии средней степени тяжести, да, те детки, которых мы можем сами лечить, согласно нашего профиля, остаются у нас. Маме не нужно никуда ехать. Это маме бесплатно. Несмотря на то, что за маму нам не платит государство в этот момент, да, но мы даем это право находиться маме на полном, так скажем, пансионе родильного дома, для того, чтобы ребеночек проходил лечение, которое ему необходимо. И после этого ребеночек выписывается, опять же, под наблюдение поликлиники, да. Да, все, вот вам, пожалуйста, замкнутый абсолютно цикл. Если у деток какие-то проблемы, детки заболевают остро, опять же, центральная районная больница готова их принять. Это соматическое отделение детское, да, которое сейчас у нас находится на ремонте. Будем надеяться, что в январе-феврале ремонт пройдет. Сложно дается эта ситуация, но тем не менее. Важно, что уже процесс идет. Там уже у нас будет открываться и магнитно-томограф, МРТ. Тоже это очень важно. Для нас прекрасный кабинет, прекрасный аппарат, мощности, мы сможем помогать нашим пациентам. Вот. И замкнутый цикл, он востребован. Все в одном месте. Не в каждом родильном доме, мы считаемся роддомом второго уровня, не в каждом родильном доме второго уровня есть такая реанимация и второй этап выхаживания. Мы этим гордимся. У нас прекрасные специалисты. Я отдаю дань уважения нашим неонатологам, тем специалистам, с которыми я работаю очень много лет. Это те врачи, которые работали с института, с окончания института до пенсионного возраста в учреждении. Это очень большой плюс. Это опытные, грамотные, сильные врачи. И вообще команда родильного дома, люди с горящими глазами. И, конечно, профессионалы, безусловно. Потому что очень трудно, чтобы коллектив вжился, прижился, сработался, притерся и был таким единым механизмом с хорошим, эффективным результатом. Мы этого добились за многие годы. И я испытываю чувство гордости все-таки за то, что все-таки родильный дом он есть. Ольга Александровна, ну, надо сказать честно, что Одинцовский родильный дом – это ваша огромная любовь. Да, это мое. Да, пристрастие. Это ваш ребенок. Мое пристрастие, да, очень скучаю. Скучаю безумно, но разделить не могу, невозможно. Разорваться, конечно, на запчасти, но очень скучаю, правда. И когда, конечно, прихожу, даже запах, думаю, ой, родное, оно родное. Я просто очень люблю жизнь, люблю женщину, очень люблю детей. Потому что человек, любящий жизнь, он и создан для родильного дома, потому что я бы не смогла быть хирургом, просто хирургом, да, общим. Я бы не смогла, наверное, быть инфекционистом, кардиологом, терапевтом. Я стала акушером по одной простой причине – рождение ребенка. То есть вот именно данный завершающий момент, да, он, наверное, дал мне право проводить этот процесс. Но вообще врачевание – это все-таки от Бога. Я считаю, это дар, с которым нужно родиться. Но врач, который любит людей, он будет очень хорошим врачом. Всегда. Потому что научиться оперировать можно, техническое исполнение – это несложно. А вот нести любовь людям – это очень сложно посредством своего сердца. Поэтому, да, роддом – это… Но без любви невозможно просто взять на руки это чудо малыша и передать его маме. Ведь врачи, акушер-гинекологи – это те люди, которые первые держат рожденного малыша. У меня была такая слабость. Я когда заходила после родов, там, да, ну, ребенок родился, его относили в детскую комнату. Пока акушерка занималась его обработкой, я осматривала родовые пути, ушивание и все. Ну, и когда я уже заканчивала работу с женщиной, я обязательно заходила в детскую, чтобы поцеловать или ручку, или пяточку ребенку. Я обожала это. Прямо такие они маленькие, нежные, красивые. Это счастье. Это то счастье, которое мы несем на протяжении всей своей жизни. Поэтому и дает это большую колоссальную ответственность для врача. Работа акушерогинеколога – она очень сложная. Она сложная, потому что мы ограничены. Бывают такие ситуации, когда врач становится в такие жесткие рамки, кого спасать, женщину или ребенка. Потому что женщине нужен ребенок. Но именно этот ребенок является причиной, да, угрожающей жизни женщины. Это очень сложная отрасль медицины. И очень хотелось бы, чтобы каждый человек это понимал. Ни один врач не хочет делать плохо. Ни один. И бывают фатальные ситуации, фатальная неизбежность. Изменить невозможно. Не потому что врач плохой. Врач готов свою жизнь отдать за малыша. Но эта жизнь не будет принята. Он может отдать только свой профессионализм. И крайне тяжело, когда, конечно, бывают какие-то потери вообще в лечебных учреждениях. Да, к сожалению, лечебные учреждения – это не театр. И не завод. Здесь жизнь. Кто-то ее приобретает, а кто-то, к сожалению, ее теряет. И, безусловно, каждый пациент должен понимать, что мы сами болеем. У врачей есть инсульты, инфаркты и онкология. Только по одной простой причине. Что, наверное, мы берем часть жизни людей на себя. Их проблемы. Мы их переживаем сами, поэтому тоже так же страдаем, как все остальные. А родильный дом, безусловно, это все-таки больше счастья. И поэтому эти цифры, которые мы увидели, мы рады, что все-таки мы держим, удерживаем эту планку. Что количество родов достаточное, несмотря ни на что. То, что мы все-таки конкурентоспособны, несмотря на то, что рядом с нами перинатальный центр. И я желаю им тоже развития, такого же, как у нас. Очень хочется, чтобы наши жители были довольны. Вообще медицина в целом – это очень сложная и тяжелая ноша. И мне приятно, что есть… Большинство людей это понимают. Они понимают и даже помогают нам работать. Это очень важно, потому что обращения, отзывы, прием пациентов наших, он имеет результативность. И я думаю, что за 4 года все-таки у нас изменилось многое в лучшую сторону. Хотя есть много того, над чем нужно работать. Но родильный дом у нас в приоритете. У нас детство получилось так, что все-таки детство у нас уже замкнутый. Момент завершенных всех работ и реорганизационных, и в отношении ремонта, в отношении оснащения. Мы потихонечку меняем оборудование. В родильном доме у нас будет приход сейчас новых инкубаторов, новых аппаратов ИВЛ, новых мониторов кардиослежения в реанимации. То есть нас поддерживают. Нас поддерживает Министерство здравоохранения. Мы на хорошем счету. И нам это очень приятно. Что знают, да, Одинцовский родильный дом. Мне очень понравилось, как сказала Ирина Геннадьевна. Солдатова, это замминистра. Ну, за них мы спокойны. Вы знаете, вот этой фразы было достаточно для того, чтобы просто расправить крылья и идти вперед. Это приятно, что есть оценка нашего учреждения. Мы этим очень гордимся. И, конечно, будем рады, если мы также будем востребованы. Если наши мамочки будут выбирать нас. А мы будем очень стараться сделать все возможное для того, чтобы пребывание в наших стенах было комфортным, с положительным результатом. И даже если какие-то будут у нас проблемы в каких-то клинических ситуациях, мы проявим максимум профессионализма для того, чтобы спасать и дарить жизни. Спасибо, Ольга Александровна. Будем считать цифры и ждать рождения новых малышей. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok